Друзья, здравствуйте! Всем огромный привет! Огромный привет! Сегодня мы не писали прочитанное за май. Получается, два месяца на канале уже не было прочитанного. Всё по одной простой и сложной причине, потому что я ничего в мае не читала. Но июнь у меня прошёл очень даже хорошо. Мало того, что я читала, так я ещё и прочитала книги, которые мне очень понравились. Я считаю, это успех. Майское прочитанное получилось сольным выступлением для меня на Бусти. Я тогда писала видео по горячим следам. Я читала, сразу садилась, записывала и брала дальше читать. И я за май принесла только одну книжку показать, которую я читала в конце мая в начале июня. Июня, да, это июнь, всё правильно, верный месяц. Мы в июль вступили, Кать. Так получилось, что в июне у меня не было плохих книг, зато было две сразу хороших. Это «Лучшее июнь». Это было моё знакомство с писательницей. Это Мадлен Миллер и её цирце, с которой я начала знакомство. И после прочтения этого романа я сразу схватила песню «Ахилла». Спасибо, что у Светы он лежал столько лет без дела. Ну не надо, столько лет, ну не надо. Он год, даже года нет, как он у меня лежал в этой стопке. Столько лет, Кать, ну не позволь мою седую голову. Нет, Света, он лежит больше года. Не больше он года лежит. Ну что ты выдумываешь, я его купила не сразу, а после того, как услышала много хороших отзывов на него. Хорошо, это «Лучшее июнь». И «Цирцея», и «Песня хилла». Я даже не могу сказать, что мне больше понравилось. Подожди, подожди. «Лучшее июнь». А ты можешь сказать, что эти книги попадут в лучшие года? Одна из них точно попадёт. Какая, я пока не знаю. Знаете, в декабре, когда шелуха пооблетит, всё станет известно. Я когда начинала читать «Цирцею», я очень боялась, что моих знаний по античной литературе, греческой мифологии может не хватить. И я могу просто что-то не вспомнить. Но нет. Главный плюс Мадлен Миллер в том, что вы можете любую из её книг читать, даже если у вас абсолютно нулевые знания. Если вы не читали Гомера никогда, если вы не читали там «Метаморфозы о Виде». В принципе, да, любое произведение из античной литературы – ничего страшного. Мадлен Миллер вам всё очень удобно разжуёт, и не будет ощущения, что она пытается… Вот знаете, как иногда бывает в романах? Расскажи мне, пожалуйста, а что мы сейчас делаем? И на две страницы у нас идёт объяснение для дурачков, скажем так. У неё нет подобных вставок, у неё всё выглядит очень естественно. При этом её романы, написанные абсолютно современным языком, очень хорошо чувствуются, что у неё невероятно глубокие знания. Большой плюс в том, что помимо того, что мы встречаем много героев на страницах, которые очень естественно входят в повествование, и мы понимаем, кто это и что это, в конце каждой книги есть список персонажей, где есть краткая характеристика этого персонажа. Чей он сын, либо чья это дочь, жена, муж, чем он характеризуется, где он, в конце концов, жил. И вот это всё очень сильно помогает при чтении. И более того, я уверена, после Мадлен Миллер вам захочется полезть в античную литературу. Церцея у нас – это первая женщина в мировой литературе, которая обладает магической силой. Она волшебница, она колдунья. Мы её впервые встречаем в «Одиссее Гомера». Толком про Церцею ничего не известно. Мадлен Миллер восстанавливает нам полную картину жизни Церцеи от самого рождения. И мне очень понравилось то, как Мадлен Миллер показала «Одиссее». Очень многие герои в греческой литературе вызывают много вопросов. И вот то, как она описала «Одиссее», что это человек, который не может жить мирной жизнью, и он всё время ищет на свою пятую точку приключений, при этом бросает жену, бросает сына. Его сын фактически, он воспитывается вот сам по себе, и этот весь героический образ, он рассыпается. И мы понимаем, что здесь есть гораздо более сильные герои, которые не так известны в античной литературе. Можно я пять копеечек на своих ставлю? Я же тоже Церцею сейчас читаю. Я добралась до 111 страницы. И вот, на мой взгляд, у Мадлен Миллер мало того, что очень гармонично и логично получается рассказать о греческой мифологии, ещё один большой плюс её текста в том, что он очень лаконичный. Если вспомнить все эти мифы, все эти запутанные отношения, кто кому брат, сват, какие вообще дети, откуда, куда, кто переженился, родился, умер, там голову можно сломать, вот мозг на раскоряку. Но то, как Миллер преподносит информацию, сразу видны все связи. Ей за это огромное спасибо. Я ведь почему тоже не подступалась долго к песне Ахилла? Именно потому, что боялась, что моих знаний обрывочных о греческой мифологии, об античной литературе, их просто-напросто не хватит. И какие-то фрагменты останутся мной недопонятыми, неувиденными. Я что-то пропущу, и вот, знаете, буду так немножко чувствовать себя, ну, как-то неловко. Вот вроде прочитала, но что-то не поняла, где-то что-то упустила. Ничего подобного. Еще раз огромное спасибо Мадлен Миллер, что она не просто охватила огромный культурный пласт, но еще так играючи его подала. Ведь когда читаешь текст, ты не видишь той огромной работы, которую она проделала. Ты можешь только предполагать, что там стоит за этим текстом. То, насколько четко, структурировано она все преподносит, вот у меня только одно желание ей аплодировать. И, кстати, кстати, в Цирцеи есть отсылки к песне Ахилла, потому что Цирцеи, Одиссей расскажет свои приключения втрое. И когда я подступала к песне Ахилла, Одиссей очень нехорошо отзывался об Ахилле, но для меня было удивительно. Я особо никаких отзывов перед тем, как читать песню Ахилла, не смотрела. И, знаете, для меня стало удивительным то, что здесь повествование от лица Патрокла. Это возлюбленный Ахилла, который был с ним и втрое. Это настолько, по сравнению с Цирцеей, очень лиричная книга. Это история первой любви, это история взросления, и она совершенно прекрасна. Если выбирать между ними, то Цирцея – это гораздо более зрелая героиня, и получается, это гораздо более зрелый роман. Но песня Ахилла – это настоящая чудесная история любви. Я присоединяюсь к отзыву Джоан Роулинг на песне Ахилла. Я в восторге. Вот больше ничего и не добавишь. Давайте я начну с книги, которая у меня на данный момент недочитана. Странно, скажете вы, но она находится под большим вопросом. Будешь ли ты вообще дочитать? Это Карина Демина, да, и ее Изольда Великолепная. Я слышала множество положительных, восхитительных отзывов о Деминой. Мне самой не раз рекомендовали прочитать ее невесту. Но у меня в подписке, слушай, по-моему, там и невеста тоже была, но я почему-то решила, что я начну с Изольды Великолепной. И сейчас у меня множество вопросов к тому, стоит ли мне вообще ознакомиться дальше с творчеством этой писательницы. Изольда Великолепная – это история той самой попаданки, которая, попадая в другой мир, совершенно незнакомой, открывает дверь с ноги, думает о том, что она сейчас поменяет здесь все законы, устроит революцию, нет какого-то психологического момента перехода главной героини из одного мира в другой. Наша Изольда находится в непростой жизненной ситуации, она буквально оказывается на улице без крыши над головой, и в этот момент она встречает молодого человека, который предлагает ей выйти замуж за очень богатого мужчину. Изольда недолго думает, соглашается, подписывает контракт, следующим утром она приходит в себя в другом мире, в совершенно неизвестной обстановке. И по итогу ее мужем, ну, пока еще женихом, человеком, за которого она должна выйти замуж, оказывается воплощение войны. Это молодой человек, воинственный, могучий, красавец, конечно же, там, косая сажень в плечах, но он воплощение войны. И наша Изольда проводит время при дворе, смотрит на всякие разные чаепития, иногда высовывает носик за рамки дворца, с ней там происходят разные случаи. Но меня очень сильно смущает именно вот этот момент абсолютно нереалистичной реакции героини на попадание в другой мир. Для меня это проблема. Когда я не чувствую того, что человек хоть на секундочку, хоть на минуточку задумывается о том, что с ним произошло, для меня это странно. И еще меня очень сильно смущает момент, что наша героиня на протяжении всего повествования, вот буквально через слово, к месту и не к месту, обращается сама к себе и говорит, когда о самой себе, она использует это словосочетание, вроде как иронично, саркастично, но тем не менее. Наша светлость. Наша светлость покушала, наша светлость сегодня будет делать революцию. И здесь очень много раздражающих моментов лично для меня. Хотя я не могу не отметить хороший юмор. Написано это действительно весело, очень легко. Наша светлость не может не отметить чувство юмора. Хотелось бы, но пока я еще не готова к тому, чтобы обращаться так сама к себе. И пока еще в повествовании не было такой интриги, не было такого события, чтобы меня зацепило, и мне хотелось читать дальше. Вроде, с одной стороны, да, легкость именно, юмор, сарказм героини мне симпатичны, но с другой стороны, вот эти раздражающие моменты меня очень сильно отталкивают. Я бы хотела хоть раз увидеть именно в Ром Фанте нормальную реакцию героини на то, что она попадает в другой мир. Это огромнейший стресс для головы, для мозга, для психологического состояния. И я не понимаю реакции, причем поголовной реакции. Вполне возможно, что кто-то в стрессе отреагирует именно вот так. Но получается тогда, что в Ром Фанте все героини, практически все, я не знаю всех, реагируют одинаково. Они тут же включаются в эту игру, им весело, и для них это действительно все происходит вот в рамках игры. И вот я на перепутье, на распутье, читать мне дальше или нет, пробовать мне невесту или нет, написана невеста в том же ключе, что и Изольда, или же все-таки это совершенно другое по атмосфере произведение. Если вы вдруг читали, дайте совет, девочки и мальчики, конечно же. Давайте теперь от Ром Фанта перейдем к манге. Так получилось, что я в июне прочитала много всего, как я уже рассказывала, наверное, это было в предыдущем видео, что я совершенно случайно за июнь прочитала Блич, это 686 глав. Я в таком восторге. Если раньше я Блич любила меньше, чем Наруто, то теперь я на перепутье. Еще одна перепутье. Да, я на перепутье. Я очень теперь жду осенью. По-моему, в октябре будет новый сезон Блича, уже много лет его не было, и они наконец-то снимут финальную арку. Так вот, я это к чему? Мой июнь начался с первого томика «Прощай, горе, учитель» Сайонара Зэцебу Сэнсэй. Я его по-другому не привыкла называть. Я очень давно не возвращалась к этой манге, я очень давно не пересматривала аниме. Аниме совершенно прекрасно. Вот если я всегда говорю, что вот самое-самое идеально красивое для меня аниме это Мононоке, то там же где-то рядом находится и Зэцебу Сэнсэй. Он совершенно великолепно нарисован. И когда я первый раз смотрела аниме, я очень часто ставила на паузу, чтобы прочитать что-то на фоне. Потому что очень часто, когда учитель выдает километры информации, там на фоне сабами писали много-много всего, там миллион каких-нибудь книжек, еще чего-то. И это очень красиво. Манга, конечно, она не такая красивая, как аниме, но мне безумно нравится здесь юмор. Вот у мангаги Кодзи Кумета потрясающее чувство юмора. Дело в том, что наш горе-учитель, он все время пытается покончить с собой. Но при этом, несмотря на то, насколько он сам пессимистичен, он совершенно иначе влияет на свой класс. Ну, он еще и классный руководитель у нас благодаря его речам дети делают много всего хорошего. И более того, у него в классе настолько странные девочки, что каждая из них достойна отдельной истории. Помимо прекрасного чувства юмора у мангаги, мне очень нравится, это редкий пример тоже у нас в переводах именно манги, здесь очень много отсылок как к традиционной культуре Японии, так и к современной. И это очень здорово. Другую такую мангу я знаю, настолько наполненную, это гентама, которая пока не издана на русском языке. Я все пытаюсь в космос послать информацию, издайте гентаму, пожалуйста. Так, еще я прочитала третий, четвертый том «Человека Бензопилы». С этим томиком я тоже начинала июнь, а с четвертым заканчивала. Мне пока очень нравится. Это совершенно безумный мир, где люди одержимы демонами, при этом они могут быть как злыми, так и хорошими. И у нас все больше и больше сводится к таинственной фигуре начальницы главного героя, которые обладают очень большой силой и к демону, которого боятся все. Еще июнь я закончила знакомством с магической битвой. Это первый томик. Я теперь даже не знаю, хочу ли я покупать приквел, потому что сейчас уже вышла «Магическая битва 0». Она очень популярна. Здесь у нас Сенен, завязанный на магии. Главный герой – мальчик, старшеклассник, который, оказывается, проклят. Он съедает очень сильное проклятие, а те, кто съедает проклятие и при этом остаются владеть собой, могут попасть в магический колледж. Несмотря на то, что магическая битва очень популярна, ее очень часто обвиняют во вторичности. И, к сожалению, я в ней тоже больше всего вижу вторичности. Если в моей геройской академии все было очень логично, и ты просто получал какой-то невероятный заряд ностальгии, то здесь у меня ощущение, что Мангака не очень хорошо понимает, что за систему магии он придумал. Он после каждой главы делает какие-то пояснения, и первый звоночек такой тревожный для меня оказался, когда он написал, что вот у него эта магия основана на математике, но он абсолютный гуманитарий, и в математике он не разбирается. Я бы не стала тогда завязывать математику, магию на математике. Я, как чистый гуманитарий, вообще не представляю. И то, что он пишет в объяснении каких-то магических свойств, это просто притянуто за уши. Меня пока очень смущает количество учащихся в магическом токийском колледже. Наш главный герой попадает на первый курс, их там всего трое. Причем такой набор, знаете, Саски, Наруто и Сакура. Их учитель очень похож на Какаши Сансея. Я посмотрю, как развернутся дела дальше, может быть, я изменю отношение к магической битве. Дорогой товарищ Дин Кунс, которого я читаю очень часто, обжигаюсь, но продолжаю любить этого автора. У него есть совершенно прекрасные работы, в которые проваливаешься с головой. Я снимала видео о творчестве Дина Кунса, о своих десяти любимых у него романах, но, к сожалению, ребята, роман «Там, где нас нет», к этой категории и к этому списку не относится и не отнесется. Этот роман я читала впервые, он, насколько я помню, вышел достаточно недавно, и это очередное проходное произведение у Дина Кунса, которое, случайно получилось, пока писал что-то хорошее. Здесь, причем, очень интригующая завязка. У нас отец и дочь, которые потеряли мать. Она просто в один прекрасный день ушла жить своей жизнью и оставила свою семью. Но наши главные герои не обвиняют маму ни в чем, продолжают ее ждать, и вот только спустя семь лет отец решился наконец-то подать на развод. Они не желают признавать, что она мертва, именно поэтому он никогда не подавал документы, чтобы ее признали мертвой, в связи с тем, что она пропала уже такое количество времени назад, а просто подал документы на развод. У них есть очень странный знакомый, это бомж, человек, который, судя по всему, очень умен, но периодически говорит очень странные вещи и живет на улице, у него нет дома. И однажды у нашего главного героя с этим бомжом состоится очень странный разговор. Он получает от него коробку, причем ему говорится, ни в коем случае эту коробку не открывай, иначе вся твоя жизнь пойдет в тартарары. Если я через год не вернусь, то ты тогда берешь эту коробочку, кладешь ее в сундук, заливаешь цементом, плывешь куда-нибудь посреди моря и выкидываешь это там, но ни в коем заглядываешь, ни в коем случае. Наш главный герой решает, ну что, дядя совсем уже сдвинулся по фазе. Надо проверить. Бездомная жизнь она до добра конечно же не доводит. И естественно в этот же вечер коробочка открывается и оказывается, что это устройство, которое позволяет путешествовать по альтернативным вселенным. Я думаю, ооо, Дин Кунс, да ты ж посмотри. Какая интереснота. Какой он придумал штуку, да ты ж моя лапочка. А я люблю вот эти темы с параллельными там с альтернативными вселенными. Всегда интересно посмотреть, если где-то какая-то заковырка пойдет не так, что может получиться из нашей жизни. Но к моему огромнейшему сожалению, то, что Дин Кунс вообще не обращает внимания на психологию героев, для меня вопрос ясный. Он никогда этого не делает, он не копает вглубь, никогда не пытается там какие-то эмоции их показать, еще что-то разложить нам героя по полочкам. Нет, это вообще не его тема. Его тема в основном это динамика и холодящую кровь моменты. У него они прям хорошо, периодически, периодически, у него все периодически получаются. Но не тут-то было. Мы от силы видим две альтернативные вселенные и все. К чему эта коробочка вообще нужна, если нет возможности попутешествовать, поскакать и посмотреть, что там получилось? Но наша главная... Речь не человека, но попаданки. Наша главная героиня, вот эта самая девочка, она очень умная, она очень образованная, но естественно, что девочке очень хочется найти маму. Она, по сути, ее не знала никогда толком, потому что мама от них ушла, когда ей было четыре года. И вот главный камень преткновения как раз-таки начинает там, что девочке приходит в голову путешествовать по этим вселенным, найти маму, которая в этой вселенной тоже никому не нужна, и забрать ее с собой. И вроде задумка хорошая. Действительно, можно было раскрыть, показать разные вселенные, разные моменты, обыграть какие-то реально происходящие в нашем мире события, что-то как-то повернуть, исказить. Это же очень классная тема, но нет, это абсолютнейший пшик. Дин Кунс не стал на этом заморачиваться. В романе мне еще изначально показалось это дело сильно подозрительным. Если мы путешествуем по разным вселенным, ну не может роман занимать 420 страниц. И вот это мое предчувствие насчет объема, оно полностью подтвердилось. Не раскрыта фактически ни одна тема. Ни альтернативных вселенных, ни поиска мамы, ни психологический момент ребенка, который живет без мамы, ни психологический момент мужа, ничего не раскрыто. Полный пшик, который выдал нам Дин Кунс. Грущу. Я продолжу азиатскую тему. На этот раз у меня японская писательница Йоко Агава «Любимое уравнение профессора». Вот в манге есть жанр повседневность. И вот этот роман это стопроцентный жанр повседневность. Домработница приходит к новому клиенту. Это профессор уже в возрасте, чья память после аварии несколько десятилетий назад занимает только 80 минут. То есть через каждые 80 минут у него обнуляется память. Все, что было до 75 года он помнит очень хорошо. Он где-то в этом 75 в итоге и застрял. Он весь обвешан всякими записками, листочками, что взять, что сделать ему надо, как зовут его домработницу. Но самое удивительное, что это роман о дружбе трех абсолютно разных людей. Это домработница профессора и ее сына школьника Коренька. Его так назвал профессор Коренек. То есть в честь Корня профессор обожает математику и несмотря на то, что его память обнуляется каждые 80 минут, заражает этой любовью к математике и домработницу, и ее сына. Плюс у них с сыном еще будет одна точка соприкосновения, это бейсбол. И как человек, который не помнит фактически ничего о происходящем, так сильно повлиял на жизнь своих друзей и более того, этот Коренек в итоге стал заниматься математикой и пошел на соответствующий факультет уже после того, как вырос. Это совершенно прекрасная история дружбы, очень добрая, хорошая история о обычных повседневных делах. И у меня есть еще две книги, на этот раз корейские. Во-первых, это корейский автор Хван Саген и его роман «На закате». Им я закрывала свой июнь. У нас здесь рассказывается история двух совершенно разных людей разных поколений. Это девушка, которой 29 лет, но она до сих пор не устроена в жизни. Она вертится, как белка в колесе. У нее когда-то был приз за лучший дебют на театральной сцене. Она сценаристка, она пишет пьесы. И сейчас она продолжает работать в маленьком независимом театре, который не приносит ей никакого дохода. А по ночам она работает в магазинчике типа комбини. И второй герой это мужчина в возрасте, который поднялся в свое время вот с самых нищих низов Кореи. И сейчас он глава строительной компании. У этого человека есть все. Он успел пожить в Америке. У него там сейчас живет дочка и жена. Он многое сделал для Кореи. У него есть хорошие друзья. Но при этом он совершенно несчастлив. И тут проскакивает такая мысль, что вот он живет сейчас в Корее, он не хочет ехать в Америку жить, его жена не хочет возвращаться к нему. И все, что он делает, это подыскивает участки для идеального дома. Вот только в этом идеальном доме ему будет не с кем жить. И судьбы этих разных героев пересекутся в одной точке, у них будет одно связующее звено. До этого я у Хван Сагена читала роман «Принцесса Пари» про девушку, которая бежит из Северной Кореи в Южную. И у него, как я опять-таки в предыдущем видео рассказывала про Ким Джун Хёк, а как ему получается зафиксировать неприглядные или очень печальные стороны корейской жизни, у Хван Сагена получается и это тоже. И вот в этих небольших 200 с лишним страниц у него получилось показать жизнь Южной Кореи во второй половине 20 века и что за этим фасадом, когда жизнь у них стремительно улучшалась, всё стремительно менялось и становилось всё более и более прогрессивное, насколько было сложно в этой гонке простым людям. И ещё один сборник, который я читала ещё в мае, и как раз-таки на Бусти я про него рассказывала, это буддийская проза Кореи, я уже толком не буду на нём останавливаться. Кстати, мне кажется, он ещё был у меня в каких-то книжных выходных. Я хотела добавить лишь одно, что я до этого забывала рассказать. Если вам понравились исследования Владимира Пропа по фольклору, вас заинтересовала тема бродячих сюжетов, то обратите внимание на буддийскую прозу Кореи, потому что здесь тоже встречаются бродячие сюжеты, причём это в древних буддийских текстах, и очень интересно видеть параллели там, где, казалось бы, параллелей быть не может. С нашей культурой, с нашим фольклором? С нашим фольклором, да. Ребята, ну вот Катя показала книгу «Поляндрия», я тоже вытащила. Это те книги, которые мы покупали в Москве в магазине, в ажиотаже. Я не в ажиотаже, я вообще жду. Я всегда книги покупаю в ажиотаже. У меня другого состояния. Я хотела сказать, что я жду нового посещения этого магазина. При покупке книг не бывает, только ажиотаж. Я же увидела, что «Поляндрия» переводит исландских авторов. Причём там такое, знаете, значительное количество романов было. Я взяла себе «Мисс Исландию». Для меня это оказалась книга в первую очередь об одиночестве. Здесь у нас главная героиня собирает вещички, покидает свою деревню и едет в Рейкьявик. Она хочет стать поэтессой. И вместе с нашей главной героиней здесь рассказывается ещё о жизни её подруги и о жизни её друга. И все эти люди одиноки, несмотря на то, что у них совершенно разные условия жизни. У главной героини, кстати, очень красивое имя Гекла в честь вулкана. Мне очень оно нравится, не знаю, оно невероятно прекрасное. Её подруга замужем. И вот, пожалуй, история подруги Гекла меня зацепила больше всего. У неё уже есть ребёнок. Её муж работает целыми днями, а она сидит с ребёнком. Но у них с Геклой была одинаковая мечта. Это писать, это реализовать себя при помощи творчества. И, к сожалению, если у Геклы есть ещё все шансы на это, несмотря на препятствия, то у её подруги этих шансов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Не сказать, что у неё несчастливая семейная жизнь. Нет, она любит мужа, она любит ребёнка. Муж точно так же любит её. Но дело в том, что он совершенно не понимает её желаний, особенно её желания в реализации через что-то. Для него это просто выглядит странно. Глупостями. Он даже не считает это глупостями, вот там сказать, ой, да ты вот это вот глупостями какими-то занимаешься. Для него просто странно, что у неё есть такое желание. И она постоянно скрывает от него, что она ведёт дневник, что она делает какие-то заметки. Она прячет свои тетради то в мусорном ведре, то где-нибудь там в ящичке подальше, чтобы он ни в коем случае не нашёл это. И на мой взгляд это очень драматично, когда близкий и, пожалуй, самый близкий твой человек не может разделить твоего желания чем-то заниматься. И друг нашей главной героини это парень, которому приходится на протяжении всей его жизни скрывать настоящего себя. Он работает матросом на корабле, он постоянно находится в мужском обществе и от этого ему становится ещё более страшно и некомфортно. Он пытается найти себе фальшивую жену. Неоднократно он предлагает это нашей главной героине, так как они хорошие друзья. Но он не может открыться миру, не может высказать своего желания, что он тоже хочет быть счастлив, несмотря на то, что он не видит своего счастья с женщиной. И написан этот текст, он очень небольшой, в очень, я бы не сказала, сухой, но в очень отстранённой манере, в очень холодной. Здесь каждый находится как будто в таком своём коконе, причём не только три наших главных героя, но и все остальные люди. И каждый свои эмоции, свои переживания переживает в себе. Каждый человек это маленькая одинокая ячейка, которая не открывает всего себя остальному миру. И вот это имя главной героини Гекла, оно очень тесно связано с природой Исландии. И как мне кажется, стиль повествования выбран именно такой неспроста. Исландская природа всё-таки очень холодная, а я, например, я люблю холодную природу, я люблю холодные краски, мне кажется, что тогда даже зелень она выглядит более насыщенной и более свежей и более живой, чем зелень, которая постоянно подвергается воздействию солнца. Я в июне перечитала Кейси Пак «Этотьма взойдёт официальное издание», и когда я его читала, я постранично сравнивала с неофициальным изданием предыдущим. И что я хочу сказать, когда первый раз «Этотьма взойдёт» выходила, оказалось, что правообладатель прислал черновой вариант, начался скандал, а ещё здесь нет карты, а карта очень нужна всегда. Критической разницы между предыдущим и официальным изданием её нет. Ну, кроме того, что у нас здесь есть карта Лондона. Ой, и я даже манжетку не выкинула. Ничего нового ни миру, ни героям новое издание не добавляет, но для меня было удивительно то, что отсюда, ну, после редактуры, видать, окончательной, были выкинуты какие-то сцены, которые были в черновом варианте, где больше раскрывался Вилл именно в отношениях со своей матерью. Какие-то его воспоминания, какие-то его внутренние переживания, и получается в финальной версии наш Вилл более расчётливый, более спокойный, более стандартный, и его... Более хладнокровный. Да, и помимо отношений с покойной матерью, эта разница ещё заметна, когда Вилл знакомится с девушкой по имени Кэтрин. Это молодая красавица, бесприданница, которая волею судьбы стала невестой очень богатого и нехорошего человека в Лондоне, и они случайно сталкиваются. Когда Вилл сбегает от злых людей, и сцена между Виллом и Кэтрин первый раз была объёмней. Да, там были эти дурацкие моменты, когда девушка поправляет галстук и краснеет, но тем не менее это было написано очень мило. Если в первом неофициальном издании Кэтрин меня даже слегка раздражало, то вот в этом новом издании Кэтрин так мало, что ты не успеваешь ей ни посочувствовать, ни пораздражаться. Я вам расскажу про роман «Челси Саммерс определённо голодна». Ещё с момента анонса меня он очень сильно заинтересовал, так как у главной героини нестандартные гастрономические пристрастия. По мере прочтения романа я всё больше склонялась к мысли, что это такая лайт-версия романов Габриэль Виткоп. Если вы читали Виткоп, то вы человек с очень сильной нервной системой, её романы не могут оставить равнодушными, и вообще у неё литература очень специфическая. Это тот самый сорт литературы, в котором надо продраться через неприятные, мерзкие, отвратительные моменты, выворачивающие буквально твою душу, чтобы понять или воспринять то, что на самом деле хотел сказать автор. И вот на мой взгляд Челси Саммерс это Габриэль Виткоп для широкого круга читателей. У неё не такое витиеватое повествование, у неё нет такой жестокости, хладнокровности, у неё нет таких моментов, от которых тебя ну ты столбенеешь. Когда читаешь Виткоп, ты столбенеешь. Ты иногда просто не находишь в себе ни сил, ни мыслей, чтобы осознать прочитанное и продолжить чтение. Но для меня Виткоп она очень резонирует с нынешним обществом, именно поэтому я её читаю. Главная героиня определённо голодна, сидит в тюрьме и фактически это её исповедь. Она пишет роман о себе, пишет она о себе по той причине, она очень сильно любит внимание, а сидя в тюрьме, она этого внимания просто-напросто лишена. Она гастрономический критик, кулинарный критик. Она любит изысканные блюда, она разбирается в любых продуктах, винах и так далее и тому подобное. Она обожает мужское внимание и в принципе всё, что ей надо от мужчин это секс. Изначально, когда читаешь текст, кажется, что наша Дороти, так зовут главную героиню, лишена эмпатии какой бы то ни было. Она не умеет чувствовать так, как чувствуют обычные люди. Кажется, что она лишена абсолютно любого сопереживания, любого беспокойства, что ей всегда всё-всё равно, кроме того, чтобы насытить свои хищнические интересы. Её очень задевает, что феминизм не добрался до такой сферы, как серийные маньяки, что в любом расследовании всегда предполагается, что серийный убийца, во-первых, это мужчина, а если это оказывается женщина, то найдётся десяток оправданий к тому, чтобы не приравнивать её именно к серийному убийству, что она совершает, она психопатка, хладнокровные серийные убийства. И у Дороти крайне искажённая картина мира, хотя она невероятно образована, культурно, воспитана, она разбирается во многих сферах, и тем страшнее она как личность. У Челси Саммерс совершенно великолепно получилось раскрыть свою героиню, потому что по мере повествования Дороти преподносит сюрпризы, что на самом деле она не настолько хладнокровна, как ей хотелось бы казаться, что там за этим фасадом хищницы скрывается море чувств, море травм, но ни одна из них не может оправдать того, что она совершает в жизни. И несмотря на то, что роман мне очень понравился, это тот самый случай, когда рекомендовать его к прочтению я не буду. Здесь вы уже должны сами решить, приемлете вы такую литературу. Головны вы или нет? Антология современной русской антиутопии «Время вышло», и когда я ее дочитала, у меня возникла неожиданная параллель с сериалом «Любовь, смерть и роботы». Каждый сезон, которого ты ждешь-ждешь, пролетает пара часов, и все, нет этого сезона снова. И истории от серии к серии они очень скачут. Какие-то тебе нравятся, какие-то тебе не нравятся, но все они показывают ту или иную альтернативную реальность. И вот здесь у меня ровно такие же впечатления. Из всех рассказов мне понравилась от силы половина. Мне очень не понравился рассказ Александра Пелевина, потому что это набор бородатых шуток. Планета жирных котов даже по названию можно понять. И мне понравились рассказы Эдуарда Веркина «Смена и Ксении Букши устав, регулирующий и уполномачивающий вещи и явления выдержки». Этот устав – это очень забавная вещь. И несмотря на то, что там очень такой сухой язык, все разложено по пунктикам, тебе открывается определенная реальность. Я понимаю, что в рамках одного рассказа полностью представить тот мир, который придумал автор, очень сложно. Но тем не менее, у некоторых из них это получилось. Я частично антологию читала и частично слушала ее на букмейт в аудиоформате. И мне очень понравилось, что все рассказы читают разные чтецы. И давайте я вам еще расскажу о романе японского писателя Нацухико Кегоку «Лето злых духов Обуме». Это дебют автора, который был написан в начале 90-х, при этом это начало цикла, где уже больше 10 книг, и они очень популярны в Японии, их экранизируют. У меня очень странные впечатления от этого детектива. Он, во-первых, для меня был крайне странный. И наш главный герой, писатель, журналист, который берет любую работу, лишь бы были деньги, он немного человек не в себе, который страдает потерями памяти. Он очень часто принимает определенные эпизоды в своей жизни эмоционально слишком. И плюс ему очень трудно общаться с другими людьми. А вот его друг Кега Кудо, владелец старого букинистического магазинчика, который при этом еще и священник в синтоистском храме, очень классный. Я ради него, наверное, и буду читать следующие романы. Именно благодаря этому человеку мы узнаем очень много из японской мифологии. Когда я этот роман еще показывала в покупках, я вам говорила о том, что его, в принципе, этого автора очень сложно читать самим японцам, потому что он использует какие-то старые иероглифы, какие-то старые устаревшие слова, и это все делает вот этот Кега Кудо. Он дает столько информации, что ты ее не можешь толком переварить. Почему я сказала, что детектив странный? Во-первых, действие у нас происходит в начале 50-х, вот только-только закончилась Вторая мировая, и Япония начинает вот все больше и больше набирать оборотов, но роман очень медленный. Когда я дошла до середины, я поняла, что у нас здесь всего лишь два дня, и у нас здесь диалоги героев растягиваются на 100-150 страниц. Ой, это ты про этот роман мне говорила, что на 108 странице наконец-то закончился первый диалог. Да, это как раз наш главный герой-журналист общался со своим другом, священником, держателем букинистического магазина. Они рассуждают очень много о взаимосвязи мозга, нашего сознания и мистического. Несмотря на то, что Кёга Кудо синтаистский священник, он не верит в сверхъестественное, он не верит в проклятие, а здесь в том числе, в этом романе будет все завязано вокруг проклятия. Почему определенную семью в глубинке прокляли, а потому что они отличались от других и зарабатывали много денег. Объяснение Кёга Кудо очень часто запутан и у него очень множество отсылок к каким-то событиям историческим, мифологическим, но ощущение и реальности происходящего все равно периодически возникает. Если этот роман кому-то советовать, то я бы его советовала любителям очень медленных детективов. на фоне этого даже классические детективы Агаты Кристи, как его, Стаут, Рэг Стаут это экшен. Здесь все гораздо медленнее. Так, ребята, покажу две книги, про которые вы уже мои впечатления знаете, потому что на Чужестранку Дианы Гэбблдон был отдельный читательский дневник, а Империю вампиров я читала в каких-то книжных выходных. Я очень рада, что дала еще один шанс Чужестранке, когда я закрыла первый томик у меня было желание тут же хвататься за второй. Я пока не знаю, буду ли я продолжать об этом цикле рассказывать именно в формате читательских дневников или просто потом в прочитанном буду делиться своими впечатлениями, но мне очень понравилась история. Здесь действительно ощущается дух Шотландии. И самый огромный плюс этого романа в том, что мне невероятно нравится наша главная героиня, даже несмотря на то, что ее разум в какой-то момент он словно закрылся или даже исчез и не появлялся какое-то время. Он остался в будущем. Остался в будущем. Но Клэр мне все равно невероятно симпатична. Она очень и очень классная. И если говорить об общих впечатлениях по империи вампиров Джея Кристофа, то я тоже говорю себе спасибо за то, что дала очередной шанс этому автору. По итогу мне роман понравился. Вернее, начало цикла мне понравилось, потому что это у нас цикл. Я могу сказать, что Джей Кристоф не пошел по современной тенденции, скажем так, а больше здесь склоняется к классическим историям о вампирах. Дракула Брэма Стокера, Кормила Шеридана Лифаню. Это что-то не очень торопливое, но очень красивое и завораживающее. У меня две ассоциации возникало, когда я читала Империю вампиров. Во-первых, это Граф Ди, это манго, аниме, романы японские о графе Ди, который был одновременно и вампиром, и охотником на вампиров. И вторая ассоциация это Тринити Блад. Это аниме совершенно шикарной эстетики и по эстетике манго тоже есть, да, и по эстетике ближе всего Империя вампиров именно к Тринити Блад. Очень красивое, невероятно, просто восхитительное. Буду читать продолжение, конечно же. Я ошиблась, когда сказала, что не было у меня плохой книги. Я ее забыла, я выкинула, хотя дочитала ее вот буквально на днях. Есть у меня плохая книга в июне, и мне очень грустно. То, как развивается как писательница Сара Маас. Это ее новая книга «Дом, небо и дыхание» из цикла «Город полумесяца». Я плевалась, когда читала этот роман. Мне очень обидно, что Сара Маас придумала «Крутой мир». Тут действительно интересная завязка, тут интересные расы героев, и все это сводится к порнухе. Я по-другому вам это сказать не могу. Вот Светочка мне не даст соврать, я приходила к ней и зачитывала ей эти опусы. К сожалению, я не могу в видео даже все те слова сказать, которые подходят к этой книге, иначе меня запикают. Но почему у меня ассоциация с порно? Вот знаете, как такой вот типа сюжетик-сюжетик, который приводит лишь к одному, ну, раздеться и заняться делом. И ровно то же самое. Тебе приходит любимый на работу, но через час придет начальник, а пока мы успеем это сделать. Мы пошли заниматься в спортзал, но тут нет никого. Мы успеем это сделать. У нас ментальная связь, мы исключительно в голове сейчас работаем с партизанами, но мы успеем кое-что сделать на диване ментально. Вот так вот. И у Сары Маас при всем ее развитии как писательницы секс получается писать все хуже и хуже. Роман начинается с того, что наша главная героиня Брайс, которая полуфейка, наполовину смертная, правда она бессмертная уже, живет со своим ангелом Хантом, и они почему-то договорились не заниматься сексом до Нового года. Причем нигде не могут объяснить логически, почему они в первой книге, извините, меня чпокались, как кролики, а во второй у них целебат. Они его нарушат. Это не спойлер, потому что, ну, как вы думаете, кто будет в спортзале и на работе? Конечно же, Хант и Брайс. И даже объяснение нормального тому, почему мы с тобой не занимаемся сейчас этим, чтобы лучше друг друга узнать. Если этим заниматься, мы друг друга не узнаем никогда и ни за что. Я не знаю, зачем я продолжаю читать Сару Масс и даю ей все новые и новые шансы. Вот я что еще забыла сказать. Вот при всем, да, о том, что она развивается как писатель в плане написания, описания своих миров и продуманности этих миров, у нее абсолютная деградация идет в плане секса. Последний раз, когда мне не нравились постельные сцены, это Королевство шипов и роз и второй роман. Вернее, даже половина второго романа до того, как кто-то начал на столе кое-чем лакомиться. У нее отлично получается прописывать, развивать мир и абсолютно отвратительно получается тянуть любовные линии. Если убрать весь этот нелепый, мерзкий, я не знаю, вот схематично описанный секс, эта поза, эта поза, эта поза, все финал, все было бы гораздо лучше. Прям мне взгрустнулось. И мне взгрустнулось. Я недавно у Сары Маас читала Королевство серебряного пламени, на данный момент это последний роман, который вышел в цикле про Фейру, там рассказывалось про ее старшую сестру Несту, и вот впечатления ровно такие же. Если убрать весь секс, книга только выиграет, либо сократить его хоть чуть-чуть, это просто плохо. Я очень расстроена и еще я немножко не понимаю обоснованности того, что Сара Маас пытается все свои циклы завязать в единый мир. На страницах этого романа мы в итоге встретим героев из Королевства Шипов и Рос. Желание всех и вся завязать сейчас все в единую вселенную мне немножко непонятно. Для того, чтобы завязать в единую вселенную, надо было думать об этом изначально, иначе остаются охрененные дыры. На данный момент я даже не знаю, буду ли я читать новые романы Сары Маас, потому что с каждым разом мне все грустнее и грустнее. А я для себя решила, что не буду читать больше романы Сары Маас, иначе я могу разочароваться в стеклянном троне. А этого мне очень не хочется. Мне этот цикл нравился именно своей наивностью, которую Сара Маас потеряла. Она потеряла свою невинность. Ребята, вот на этой взрослой ноте мы заканчиваем сегодняшнее видео. Обязательно пишите, что вы читали из того, что мы читали, как вам развитие как писательницы Сары Маас. А мы на этом говорим вам до свидания. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, берегите себя и читайте хорошие книги. Субтитры создавал DimaTorzok